Эти игры наверняка войдут в историю. То, что российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета и вместо гимна будут слушать симфонию Чайковского, уже дело привычное. А вот скандалы, сопровождающие турнир и беспрецедентные меры безопасности, точно удивят и выбьют атлетов из колеи. Отслеживание по GPS-трекеру, ежедневное тестирование, запрет на прогулки дольше 15 минут и спартанские условия в Олимпийской деревне с нашумевшими картонными кроватями и потолками ниже двух метров. Напугают кого угодно. Но спортсмены на то и цвет нации, чтобы с нетерпением ждать даже такой странный турнир. Ждали этого в том году, сдвинулось, потом были слухи, что опять хотят что-то отменить. Там, естественно, много нервов каких-то, наверное, было у всех. Ожидание это долгое. Но сейчас уже чем ближе, тем спокойнее. И в большом преддверии, так скажем, такого праздника и показать свою работу и добиться результатов, конечно, как хотим. Перед самым стартом игр Международный Олимпийский комитет решил, что странностей маловато и добавил еще одну, дополнив извечный девиз Олимпиады с более чем вековой историей. Теперь после «быстрее, выше, сильнее» идет слово «вместе». Но это лишь деталь большого пазла. А каким он получится в итоге, зависит уже от выступления спортсменов. Российская сборная, 335 спортсменов, по прогнозам экспертов, вполне может рассчитывать на 70 медалей Олимпиады. И третье общекомандное место. Претендуют на награды и представители Новосибирской области. Причем все шесть атлетов. Спортсмены люди суеверны, их тренеры более того. Я, наверное, отвечу следующим образом. Мы ждем медали от тех шести ребят, которые представляют Новосибирскую область на самом главном форуме четырехлетия. В данном случае пятилетия, да, так уж получается. Будем болеть за наших, будем ждать медали различных достойных. Новосибирцы будут выступать в четырех видах спорта. В составе волейбольной сборной болеем за Ильяса Куркаева. Верим в медаль Ульяны Баташовой в современном пятиборье. А наибольшие надежды возлагаем на пловцов и фехтовальщиков. Владимира Морозова, Арину Суркову, Софью Познякову и Венямина Решетникова. Именно ветеран сабли первым вступят в олимпийскую борьбу. В семи утра, в субботу, в личном турнире. Александр Ширудила, Александр Ведерников. Новости ОТС.